Ну, поехали. Ого. Привет, народ. Сегодня у меня гостья Евгений Шевцов. Привет. Спасибо, что приехал. Это налоговый юрист, ну, в принципе, юрист. Да, ты юрист вообще в Германии? Я адвокат. Адвокат. Да, и ты занимаешься различными проблемами, в том числе и налогами, в том числе и трудовым правом. И сегодня мне было бы интересно тебя расспрашивать про процесс увольнения в Германии. Как это все происходит? Так получилось, так совпало, что я сейчас как раз в процессе увольнения, но по собственному желанию. Да, это не так страшно, если сам увольняешься. Ну, конечно, да. Давайте сначала поговорим о том случае, когда человек увольняет в Германии. То есть есть две темы, которые часто спрашивают. Первое, это как оспорить. Второе, это как продлить срок увольнения, например, если человек не так прям хочет уходить из фирмы. Есть ли в Германии какие-то для этого инструменты? Как вообще человек защищен? Да. Здесь самое главное, что увольнение всегда можно оспорить в суде. Для этого есть трехнедельный срок. То есть в течение трех недель нужно подать и в суд о восстановлении на работе. И потом можно спорить, правомерного уволили или нет. То есть работодатель ничего не может сделать с этим? Вот, например, тебя уволили, ты говоришь, нет. И все. То есть запретить подать иск он тебе не может. То есть ты всегда можешь оспорить. Другой вопрос, есть ли основания для того, чтобы восстановить тебя на работе? Это будет выясняться в суде. То есть сначала он тебя уволил, говорит, больше на работу не приходи. То есть в крайнем случае он может сказать, хаос форбот, что больше я не хочу видеть, забрать ключи. Ну помашь отсюда! Марс! И все. Сначала ты сидишь дома. И потом в суде идет спор о том, правомерно тебя уволили или нет. Должны тебя восстановить на работе или не должны. То есть а работа, контракт он действует в этот момент или он приостановлен? То есть если суд потом решит, что увольнение было неправомерное, значит он действовал все это время. И это значит, что работодатель должен за весь период доплатить зарплату. Вот так. То есть он сказал тебе не работай, ты сидишь дома, но зарплата она идет. Единственное здесь исключение, если вы подписались с ним соглашение о том, что договор о сторгается. То есть вот это авторома по договоренности, да? Да. Если ты подписал с ним соглашение, тогда все. Тогда это конечно спорить невозможно. А есть ли разница между увольнением и сокращением? То есть это без разницы. Нет, то есть это просто другое основание для увольнения. Если у него пропало рабочее место, он может сократить рабочее место. Там ты тоже можешь оспорить? Да. То есть любое увольнение одностороннее, его можно оспорить. Нельзя оспорить, если ты заключил договор о прекращении контракта. У меня был такой опыт, да, я помню, меня сократили раз, и я тогда еще не совсем осознавал, там, какие законы в Германии и так далее. Я был не против. И мы вот подписали такой контракт, и это подписывается именно для того, чтобы я не мекал. Да, чтобы ты не мог подать в суд потом, и получить еще какую-то компенсацию, да, компенсацию, либо зарплату за этот период, пока этот судебный процесс. Поэтому вот с этими договорами о расторжении по взаимному согласию нужно быть осторожным. Да, то есть это Ауфейбонгсфертрак. То есть нужно смотреть, иногда это, конечно, имеет смысл, да, но всегда нужно смотреть, на каких условиях он расторгается, и обещают ли тебе достаточно. Ну там язык такой был юридически довольно тяжелый в этом контракте, я помню, он был большой, толстый, у него было, значит, перечислено там что-то много всего, чего, естественно, он осознать не мог, но я как бы так с Хайер, типа, ну, вы же мне доверяете, я вам доверяю. Вот, и они мне сказали, окей, мы тебе платим, там, такую-то сумму компенсации, там, за количество проработанных лет, там, и так далее, и, в принципе, все было хорошо. Да, но я знаю, что не всегда так бывает, я знаю, что бывает, какая вообще опасность есть у человека, то есть он и подписал контракт, и ему никто ничего не должен. Здесь две опасности, во-первых, что ему дадут слишком маленькую компенсацию. Слишком маленькую по сравнению с тем, что он мог бы отсудить, как говорят. Да, да. Суды ориентируются на компенсацию ползарплаты за год работы. То есть, если ты работал 10 лет в этой фирме, то тебе по суду дадут, скорее всего, 5 ежемесячных зарплат. Это в том случае, если не правомощное увольнение? Да. Суть в том, что есть определенный размер отступного, который тебе платят при увольнении. Он в законе не прописан, но это судебная практика. И если тебе предлагают отступное, которое значительно меньше, чем то, что ты получил по суду, то не имеет смысл подписывать этот договор. Вот. И второй момент, это если ты потом хочешь подать на пособие по безработице, то здесь могут дать... Айфг-1. Да. То есть, могут дать вот этот шпирт сайт. То есть, на какой-то период не платить его. Если ты добровольно ушел или по военному согласию расторг договора. Ага. То есть, когда тебя уволили, ты подписал контракт, но по этому контракту, например, тебе там сказали, окей, мы тебе на 3 месяца зарплату вперед заплатим и еще там 3 месяца сверху дадим, а потом ты приходишь на биржу труда, а тебе говорят, аааа... Ты же сам уволился. Чего ты хочешь у нас, да. Меня заградили. Нет, ты сам уволился. Вот тут подписано. Да, совершенно верно. А можно ли как-то сформулировать так, что я бы не хотел, но мне пришлось... Можно, но, скажем так, на это нужно внимательно смотреть, и это достаточно сложно сформулировать так, чтобы не было вот этого шпирт сайт. Если тебя уволили, то там однозначно все. То есть, там будут платить себе пособку безработицы. А вот если контракт этот подписал, то уже тогда... Тогда... Так отчетово получается, нафиг давай этот контракт подписывать, да, и тогда выгоднее работнику утянуть кота за хвост. Часто это выгоднее, поэтому адвокаты, как правило, советуют ничего не подписывать, а лучше подавать в суд. Или, например, может человек, например, прийти к тебе и сказать, вот у меня такие дела, вот мой контракт, вот они мне предлагают, как ты считаешь. Да, совершенно верно. Тогда можно будет оценить, можно будет оценить риски. То есть, я смогу сказать, если мы подадим в суд, то, скорее всего, будет то-то. И тогда можно решить, имеет смысл подписывать этот контракт или не имеет. Окей, ну вот человек не подписал никакой контракт, подал в суд. Как долго это может длиться вообще в среднем? Здесь судебный процесс, он построен, он состоит из двух частей. Первая часть, это когда дают возможность работнику и работодателю договориться полюбовно. Это называется бютефорхандлёнг, оно назначается достаточно быстро. То есть, буквально там 2-3 недели, и уже будет первое судебное заседание. Вот, если в этом первом судебном заседании ты не договорился с работодателем, тогда процесс идёт уже по всем правилам дальше. Это прямо вот на заседании ты сидишь с работодателем? Да, да, конечно. То есть, ну, либо с его представителем. Вот, то есть, вот в этом первом заседании к нему, по большому счёту, ничего писать не обязательно. То есть, часто адвокат, например, работодатель, он вообще ничего не пишет, что они приходят и говорят, ну, у нас какие-то есть основания для расторжения договора, давайте мы договоримся на там какую-то определенную сумму. И, как правило, в 80% случаев, вот на этом первом судебном заседании всё решается. Потому что работодатель уже понимает, что, окей, дело зашло далеко, надо что-то делать. И самое главное, что у него есть большой риск, если ты этот процесс выиграешь, допустим, через полгода, ему нужно будет за полгода платить тебе зарплату. Ну, да. То есть, ты не работаешь, а зарплату идёт. Плюс ещё компенсацию. Плюс возможность ещё компенсацию. Поэтому для него достаточно большой риск в этом длительном процессе, и он заинтересован в том, чтобы быстро решить ситуацию. Так, а если работодатель уверен, что нет, чувак, ты ручку украл? Да. Извини. Не, если ручку украл, то всё. Тут любой работодатель упрётся и скажет, что мы будем решать это. Так, и что грозит работнику, если он проиграет в дело? Опять-таки, большая специфика в трудовом процессе. Каждый несёт свои расходы. То есть, если он проиграет, ему не нужно будет возмещать расходы работодателя на судебный процесс. Так, то есть, он проиграет только свои? Да, он проиграет только свои. Если у него, например, есть адвокатская страховка, то ему это вообще всё равно, она всё оплачивает. Если он малоимущий, и ему оплачивает государство, то тоже неважно. Поэтому риск здесь, он не такой большой. То есть, по общему правилу, любой договор можно расторгнуть. То есть, работодатель может трудовой договор с четырёхнедельным сроком, либо большим. Расторгнуть и всё. Без объяснения причин. Просто мне надоело, я не хочу больше. А этот срок, он указан в контракте? Он в законе есть минимальные сроки. Но в контракте могут быть другие. То есть, может быть больший срок на расторжение договора. То есть, минимальные четыре недели. И дальше, в зависимости от стажа работы, он увеличивается. То есть, это общее правило. Работодатель, у него что-то не понравилось, либо у него там решил сократить. Не важно, по любым причинам он расторгает договор. И через четыре недели всё. Есть ситуация, когда работник защищён от увольнения. Когда ему просто так уволить нельзя. Это есть закон о защите от увольнения. Кэнди Гунгшут, скажется. Там написано, что если человек полгода проработал, и в этом предприятии больше, чем 10 работников, то просто так его уволить нельзя. Должны быть какие-то особые причины. А, то есть, у работодателя уже должно быть именно какое-то основание. Да, да. И вот здесь как раз таки это интересно. То есть, если вот этот Кэнди Гунгшут, скажется, не действует, тогда, в принципе, шансов там мало в трудовом суде. 10 человек, там не всегда просто их рассчитать, потому что, например, если он работает неполную... Ролл-тайминг. Да, неполную ставку тогда, но процентуально считается. Плюс там ещё... Может быть, 15 человек, но если двое, там, пятеро по полставки, то как бы меньше. Совершенно верно. Да. Поэтому и здесь часто возникает спор о том, сколько же у него работников. Плюс там, допустим, у него какие-нибудь есть фрилансеры. Здесь тоже не всегда понятно. Может быть, они работники, на самом деле. То есть, вот, шансов, что здесь какая-то... В общем, есть где развернуться там. Да, да. Во многих фирмах там ситуация однозначная, да? То есть, например, это БАСФ, то никто не будет спорить, что у них меньше 10 работников. А в других границ нет, да? Только вот лимит 10. Да. Больше 10, и всё, ты попал. То есть, 10 с половиной работников. И в этом случае работодатель не может тебя уволить просто так. Потому что ему там левая пятка зачесалась, ему нужна причина. Причина может быть какая, например? Причина может быть, по большому счету, 3. То есть, эта причина может быть в личности работника, в его поведении, или причина со стороны работодателя. Ну, бизнес там. То есть, вот, Б3 с бедикты кандидал. То есть, причина в личности работника. Это, например, то есть, самое частое это болезнь. А причина в поведении это вот так, в ситуации, как украл ручку. Самое страшное преступление на работе – это прогулять не так страшно. Вот украсть ручку, например. Там действительно было решение Верховного Трудового Суда, когда кассирша украла там какие-то там на 50 центов или что-то такое. И они подтвердили увольнение, сказали, что это самое страшное нарушение, которое может быть. Обокрал. Да, обокрал работодателем на 50 центов. А по болезни? Вот человек заболел, его что можно уволить просто и все. Вот. По болезни здесь ситуация, опять-таки, как всегда, неоднозначная. То есть, сама по себе болезнь, она еще не позволяет увольнять работника. То есть, это не основание, что человек заболел на долгом, на полгода заболел? Она должна быть либо длительная, либо часто краткосрочная болезнь, либо такая болезнь, которая не позволяет ему именно на этом рабочем месте работать. Здесь-то он, например, развозит посылки, и у него там сломалась спина, то есть, какой-то там грыжи или что-то такое. Ясно, что он эту работу выполнять уже не может. Поэтому его можно уволить. Я чуть читал такое, помню, что человек без ноги остался и развозил тоже, с шофером работал. И его уволили, а он начал оспаривать, и долго там пару лет длился процесс, потому что он говорил, что я с протезом тоже прекрасно могу водить. Дети все в одно место, я буду работать. Да, здесь работодатель должен посмотреть сначала, может быть, у него есть другое рабочее место, где он может его занять. Может быть, он на складе может работать. Или в бухгалтерии. По болезням болезнь не так просто. И как минимум просто один раз человек заболел, два раза, это в любом случае недостаточно. Это нормально. И здесь никогда трудовой суд не подтвердит этого. То есть, должно быть именно такое, что тяжелое. Либо, если он часто болеет. То есть, если ты каждую неделю на работе или неделю болеешь, и должен быть, опять-таки, прогноз на будущее, что он и дальше будет болеть. То есть, если выяснится, что у него здесь такое хилое здоровье, что он каждую вторую неделю будет болеть, и нет другого рабочего места для этого работника, чтобы он перестал болеть, тогда его можно уволить. Интересно. У меня раз был такой случай, как коллега, значит, у него было в контракте, что ты два дня можешь болеть без подтверждения врача. И он, значит, понедельник, вторник болел, в среду приходил, в четверг, в пятницу болел. Это реально. Он так три месяца, значит, мучил нашего работодателя. Но потом его все-таки уволили. Ну, как-то я не знаю. Уволили его через суд или договорились, или он сам ушел. Ну, такое вот издевательство. И как бы ему платят зарплату, он раз в неделю на работу приходит, и не докопаешься. Да, да. А могут докопаться? То есть, если перевернуть ситуацию работодателя, можете прийти и сказать, вот этот вот редиско, я бы его хочу, ты можешь мне подсказать, как мы его сейчас... Такое, ну, вообще, случается, то есть, что ко мне приходит работодатель? Ну, например, да, к адвокату не приходит. Да, конечно. Естественно. То есть, они же в обе стороны работают. Да, то есть, я обычно с работодателями, я работаю редко, то есть, мои клиенты в основу работники. Здесь может быть такой важный момент, специфика в том, что работодатель, он же не должен за все время болезни платить зарплату. Даже так. За первые шесть недель он платит, а потом ему, к большому счету, все равно. Поэтому вот это частое заболевание, оно действительно для работодателя проблематично. Если он заболел надолго, и, допустим, он говорит, что все, я ложусь в больницу, потом полгода будет реабилитация, ну и ладно. Да, у меня такое было, у меня же, когда опухоль вырезали, и полгода отсутствовал, мне работодатель сказал, а мне все равно, зарплата будет платить краткую кассу. Да, поэтому вот эти случаи, они как раз таки менее проблематичны. Есть люди, которые годами болеют. Но числятся на работе? Да, но числятся на работе, то есть работодателю, неважно, это и работник числится. Еще я знаю, что беременных женщин трудно уволить. Да, да, то есть их невозможно уволить во время беременности. То есть до беременности есть срок, когда они не должны уже выходить на работу, моторшавши. защита от материнства. Да, и потом они могут взять отпуск по уходу за ребенком. Окей, но про испытательный срок еще можем поговорить? Да, конечно. Потому что чаще всего иммигранты не приезжают, они первые полгода, и вот у них проблематика такая, что если они уволены, то им уже светит отъезд из Германии, потому что они должны срочно найти новую работу и так далее. Бывайте! Легтиандр! Получается, для иммигранта очень критически важно, что его увольняют или сокращают по правилам. А можно ли как-то продлить вот этот срок, например, меня уволили там к такой-то дате? Могу ли я эту дату обжаловать? Продлить можно, то есть, если мы подаем в суд, то, естественно, этот процесс можно затянуть. Но я же как бы не числюсь уже, когда, например, дата это прошла. Нет, это будет потом в конце выяснено, то есть, в конце будет судебное решение, в котором написано, что, допустим, мы признали увольнение к такой-то дате, либо в конце можно тоже мировое соглашение заключить, и там можно прописать, что в сторону согласились, что трудовой договор закончен к такому-то числу. Поэтому это все возможно, как правило, и работника, и работодателя хотят побыстрее жить в этот вопрос. Но если цели затянуть, то это тоже можно сказать. Тоже можно? Да. То есть, это можно на полгода, на год затянуть. Да, надо быть внимательным, признают ли миграционная служба твои фокусы с затягиванием, потому что они что же понимают, о чем речь? И в конце, если, допустим, затягивать вот так, то есть, сейчас идти до конца в этом судебном процессе, может быть такое, что суд признает увольнение действительно с самого начала. Тогда получится. То есть, ты полгода сидел, судился, и в конечном итоге выяснилось, что уволен ты уже тогда. У тебя нет доходов, нет. То есть, в принципе, даже если ты процесс начал, лучше попытаться найти другую работу, в это время, да, и тогда, если повезет, то еще и получишь какую-то компенсацию. Остательный срок там две недели, да? Да, расторжение, срок на расторжение две недели. Здесь специфика в чем, что вот эта защита от увольнения, она действует начиная с шести месяцев. И поэтому, после испытательного срока? Да, поэтому, как правило, испытательный срок делают шестимесячный. Потому что в этот период, то есть, это как бы в законе как такового испытательный срок он не урегулирован, но вот из-за этого правила, что после шести месяцев работник защищен от увольнения, получается такой якобы законный испытательный срок. Так, а даже если, например, у меня есть уже коллеги, которому сказали, окей, мы тебя берем сразу без испытательного срока, то в принципе, это получается ничего не значит, потому что его все равно полгода могут уволить. Да, его все равно могут уволить без особых причин первые полгода. То есть, пока полгода не проработал, ты в принципе никто. Ну не то, что никто, новость куча, это пока что... Рассчитывая на какие-то компенсации там невозможно. Да, то есть, пока это все сложно. Понятно, первые полгода тиши воды, ниже травы, а потом уже, может, крючки воровать. Например, вот если человека уволили по суду, это как-то отразится на его карьере, то есть, должен ли он, например, другому работодателю как-то сообщать, что, блин, у меня был суд, или он может все это просто скрыть? Сообщать он это не должен. Да, ему дадут характеристику. Вот это арбатисоэгнес. И здесь нужно как раз таки обращать внимание на то, что в этой характеристике написано. Потому что из нее может следовать, что, например, его уволили из-за того, что он украл ручку. И все, волчили. Да, как раз таки вот эту характеристику он, новый работодатель может потребовать. Поэтому обычно, когда мы подаем иск об увольнении, я подаю и иск о том, чтобы ему выдали хорошую характеристику. То есть, можно настоять, чтобы про ручку там ничего не было. да. И, как правило, о хорошей характеристике договориться просто. Потому что работодателю это не важно. То есть, платить деньги ему, конечно, не хочется. А написать какую-то бумажку, ему это... То есть, у него как бы это дополнительный такой аргумент, чтобы договориться. Окей, мы тебе дадим хорошую характеристику. Но может быть меньше заплатим. может быть меньше. Да, Ну, окей. О характеристиках надо отдельно поговорить, мне кажется. это целая история. Ну, окей. Я думаю, на этом... Да, то есть, в целом, это основные пункты. Если что, задавайте вопрос в комментариях. Мы будем сейчас разговаривать дальше, но дальше это будет другое видео для вас. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы узнать что-то новое о трудовом праве Германии, о налогах еще поговорим. На этом все. До свидания. Всего доброго.